приветствую друзья христос воскресе ассалам алейкум мир дому вашему напишите в чат плюс если вы на месте если вы готовы то мы будем начинать сегодняшний наш мастер-класс который собственно посвящен тому как сделать сервер обмена мгновенными сообщениями messenger простыми словами да то есть как сделать свой мессенджер не тот мессенджер который читают всякие спецслужбы а тот который лично ваш который никто кроме вас читать не сможет таким образом сегодня у нас интересное такое задание да то есть с одной стороны вместе работать да то есть это collaboration для сотрудников потому что удаленные сотрудники сейчас все сидят где-то далеко друг от дружки но работать должны вместе поэтому мы собственно сделаем сервер обмена сообщениями и как результат все ваши сотрудники смогут друг с дружкой общаться следующий важный момент что мы еще сегодня хотим вам подарить это 100 долларов на ваши нужды чтобы вы могли разворачивать в облаках сервера и могли тренироваться таким образом те из вас кто сегодня зарегистрируется в digital ocean получит 100 долларов себе на счет на разворачивание различных серверов где это все не дело можно будет развернуть и с этим можно будет работать в этом друзья садитесь поудобнее и мы собственно начинаем для тех кто меня не знает меня зовут константин герасименко я сертифицированный инструктор академии циска linux professional institute собственно в университете садиком поэтому мы сегодня делаем задачу это обмен мгновенными сообщениями разворачиваем свой собственный личный сервер может друзья вас есть какие-то вопросы пожелания там уже кто-то начал писать в чат все я это дело обязательно почитаю и разберем детально все ваши проблемы все ваши вот какие-то вопросы чтобы максимально мы вам могли быть полезны так вот что мы делаем дальше значит я возвращаюсь в я переключаюсь скажем так в наш блог оператора попрошу переключить собственно экран моего компьютера собственно вот сюда и соответственно у нас была статья кстати она была давно еще в 2018 году в 2018 году кстати в апреле месяце то есть почти два года назад как развернуть все это дело поэтому если вы не читаете наш блог то вы вообще много чего в жизни потеряли потому что мы его стараемся вести не просто пишем статьи какие попало а то что реально вас требована то что реально нужно поэтому все это дело как бы желательно очень читать так вот собственно здесь описывается как развернуть open fire и собственно сегодня я это дело все разверну значит где я буду это все разворачивать буду разворачивать в digital ocean и почему в digital ocean и потому что это один из самых лучших провайдеров облачных серверов поэтому я буду пользоваться вот digital ocean значит что важно друзья значит у меня есть вот такая вот ссылочка это не реферальная ссылка то есть я на ней ничего не заработаю потому что кто-то сейчас скажет что вот там пытается заработать на каких-то там людях нет я ничего на вас не заработаю мне эту ссылку подогнал мой коллега мой друг поэтому собственно я делюсь с вами тоже этой ссылочкой значит что здесь написано если вы сегодня зарегистрируетесь то вы получите 100 долларов себе на аккаунт вот и этих 100 долларов вам нужно будет потратить на протяжении 60 дней то есть это такой ну вот вообще на западе много таких различных услуг которые идут по лицензии try and buy попробуй и купи да то есть соответственно как вы можете рассуждать и говорить что digital ocean плохо или хорошо или еще как-то это все по лицензии try and buy поэтому попробуй и купи соответственно я сейчас вам в чат скидываю вот эту вот ссылочку этом зарегистрируйтесь что нужно для того для регистрации должен быть email и валидная кредитная карточка соответственно если у вас есть кредитная карточка но вот которая не засвечена в digital ocean это вы можете легко это дело все туда вот значит зарегистрироваться так ссылочку скинул можно можно регистрироваться потом обязательно в комментариях отпишите что вы зарегистрировались и собственно что вы получили 100 долларов что многие не верят думают что так кидалово какая-то хотя хотя я точно также на digital ocean и присел собственно по этой тоже ссылке так вот поехали дальше значит я уже залогинился в digital ocean и соответственно вот следующий задача у нас с вами вот я не буду делать полный обзор digital ocean а что здесь можно делать вот я нажму вот сверху на кнопочку create и создам droplet droplet это капля до digital ocean цифровой океан droplet капля поэтому капля это есть вот этот вот виртуальный облачный сервер поэтому сейчас я создам этот сервер ну и в конечном этапе мы будем на нем разворачивать open fire где будет у нас работать собственно наш месседжер так вот я нажимаю droplet create droplet так дальше значит какую систему можно выбрать значит убунта free psd fedora debian и sent us я буду выбирать убунту причем я хочу убунту 16 04 почему 16 потому что это наиболее стабильная убунта и под нее написано максимальное количество софта вот поэтому я выбираю убунту 16 04 что интересно то что open fire можно поставить не только на убунту а можно поставить и на son2s или там на fedora то есть это дело тоже там работает и проблем особо с этим нету я выбираю убунту почему мне нравится собственно убунта критерий у меня очень простой чтобы было удобно и как бы и безопасно и все сразу вот убунта вполне для этого подходит поехали дальше значит чоус план значит здесь вы можете выбрать быстродействия вашей виртуальной машины я буду выбирать стандартный план и чуть ниже собственно написано цена и ресурсы какие будут у вас предоставлены значит количество оперативной памяти количество жесткого диска ssd диска и трансфер это сколько данных вы можете на протяжении месяца передать если будет больше то надо будет за это доплатить там цены не очень большие собственно как бы то есть там вполне все приемлемо значит я буду выбирать 3 гигабайта оперативной памяти один процессор 60 гигабайт ssd диск и это добро мне обойдется в 15 долларов в месяц можете выбрать больше можете выбрать меньше все зависит от ваших потребностей для моей демонстрации это будет вполне достаточно чтобы объединить вместе там 250 человек чтобы они могли собственно общаться в этом самом open fire и передавать друг другу сообщение месседжи и все такое так значит выбираем 15 долларов 3 гигабайта 60 гигабайт ssd диск 3 терабайта transfer прекрасно дальше следующий важный момент блочные устройства хранения я не буду подключать мне не нужно мне хватит этих данных которые есть дальше где я буду в каком дата-центре я буду располагать свой в облачный сервер значит по умолчанию предлагается в нью-йорке но я выберу франкфурт почему франкфурт потому что франкфурт максимально близко к украине с украины очень хорошие каналы во франкфурт вы пожалуйста посмотрите у себя да то есть если вы там например где-то в азии то может быть вам там ближе сингапур там или если вы ближе там европе может там амстердам там не знаю но посмотрите что вам что вам ближе да то есть вот в этом я выбираю франкфурт с украины каналы очень хорошие дальше следующий задача это у нас аутентификация как мы будем заходить на этот сервер у меня по умолчанию в мой профиль импортированный ключ который я создал в программе пути поэтому я буду выбирать с очки собственно и с помощью него меня система будет пускать если у вас нету импортированного ключа то вы можете выбрать one time password и вот этот пароль вам собственно придет на электронную почту просто приходит имя пользователей пароль я не буду делать без пароля для того чтобы не заходить сейчас в почтовый ящик потому что там куча писем зачем это вам все лишнее показывать то есть я буду заходить по ключу если ключа нету выбирайте one time password придет на почту дальше финалайзан create собственно chose хостный здесь можно задать хостный у меня хостный будет называться hbb точками это такой домен специальный я его купил для мастер-классов и собственно мы его часто используем и он уже наверняка вам знаком ну что вроде все я нажимаю create да может есть вопросы по digital уши ну пожалуйста задавайте вот я постараюсь максимально все ответить значит open fire будет ставить в максимально простой комплектации без лдапа хотите можете развернуть с лдапом и сделать так что будет ходить прямо там в директоре вот как вам удобно да то есть он был open fire система которая реально гибкая гибкая да то есть можно даже кластер целый развернуть и так дальше то есть можно вообще сделать свой реально к большой классный месседжер вот соответственно все зависит от ваших потребностей как это будете делать так друзья ну что пока я отвечал 30 секунд пока я отвечал 30 секунд на вопрос сервер мой уже готов у меня есть у него уже и 5 адрес я собственно скопирую его и дальше я его вставлю в dns dns для того чтобы можно было с ним дальше работать уже по имени а собственно не по не по айпи адресу не по айпи адресу значит поехали дальше значит следующий этап сервер уже развернулся давайте мы подключимся с помощью пути я буду использовать программу пути для подключения к моему серверу значит хостным я пишу х биби точками аутентификация по эсэсэй чум дальше connection сэсэй ч вот здесь нужно выбрать оуз авторе аутентификацию и соответственно здесь выбираем мой ключ значит вот мой ключ ппк файл он у меня созданный в пути и соответственно дальше я просто банально нажимаю open и собственно у меня должно пройти подключение значит в начале проходит обмен рс и ключами для сэсэй ч а собственно я нажал yes дальше имя пользователя в диджитал оушене имя пользователя по умолчанию root ну а собственно чего ой-ой-ой так еще раз hbb точками так аутентификация шин брауз так open так ключ ему не понравился так хочу не понравился ключ так 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 давайте попробуем может я не туда просто подключаюсь может dns и не обновились такое тоже может быть dns обновляется порядка так так root вот все да то dns еще не успел обновиться все обновилась друзья пожалуйста я зашел значит что дальше да то есть вот обратите внимание что dns и значит здесь у меня dns обновляется написано две минуты видать еще не прошло две минуты поэтому такие вот могут быть нюанс значит следующий этап давайте посмотрим что у меня за система убедимся что то что то что я действительно заказывал да я сейчас увеличу размер шрифта чтобы вам было комфортно все это видеть так change settings windows пиринс он значит ставим наверно 16 шрифт полужирный чтобы вы могли все максимально видеть даже если смотрите на плохом интернете так должно быть вообще здорово так ну что давайте посмотрим к это етк lsb релиз что у меня у меня убунта 1604 давайте ls cpu посмотрим что у меня значит у меня xeon gold edition 6140 вот собственно вот такая у него частота короче крутой процессор значит вот такая вот идея так ну что здорово так смотрим free минус m оперативной памяти у меня три гигабайта нужно все прикольно класс поехали дальше следующий этап что нам нужно будет сделать это собственно обновить наш сервер для того чтобы мы могли пользоваться собственно самым и новым программным обеспечением в которой в котором отсутствуют какие-то глюки или уязвимости безопасности поэтому давайте мы это обновим значит apt-get update собственно update значит эта команда собственно выкачивает список список всех пакетов в репозитории вот чтобы система знала какие есть новые пакеты вот дальше следующая команда apt-get dist upgrade обновить собственно всю мою систему значит обновлять нужно ядро получается новенькая 440 177 ну и тут всякие другие дополнительные программы всего на все это займет 148 мегабайт я нажимаю yes и собственно у меня обновление начинается собственно друзья вот эти все команды которые я сейчас использую они изучаются в курсе линукс анхетчет линукс нуля собственно этот курс у нас стоит по моему там 15 долларов и я вас и всех приглашаю на этот курс потому что это ну совсем как бы то есть я ничего не делаю здесь сверхъестественного да ну с линуксом нужно уметь работать поэтому коллег прошу скинуть вам в чат собственно ссылочку linux анхетчет курс нуля пожалуйста записывайтесь потому что это важно чтобы вы вообще могли работать именно вот с командной строкой это базовой команды ничего тут сложного нету так меня все устанавливается здорово 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 с этим об прекрасно все устанавливается новое ядро вот все это дальше здесь вот загрузчик значит спрашивает собственно обновляется у меня jrub загрузчик что делать с файлом настройки с файлом меню я ничего не меняя нажимаю здесь ok keep local version значит дальше keep local version install it то есть тоже меню мы оставляем то есть все все то что у нас касается ядра инициализации ядра мы это дело все оставляем по по тому как было уже сконфигурировано собственно провайдером облачных ресурсов да то есть диджитал лошином все это дело мы оставляем дальше это тоже мы здесь оставляем keep local version тоже keep local version все это дело мы оставляем так ну что дан прекрасно все у меня установилась для того чтобы новое ядро начала уже работать с моей системой мне нужно перезагрузить собственно сервер перегружается командой shutdown минус r now опять-таки эти команды простые команды относятся к курсу linux 0 поэтому записывайтесь надо уметь этим всем собственно пользоваться так сервер пошел на перезагрузку собственно следующий этап это я значит нашму restart session так сервер уже перегрузился вот посмотрите как удобно друзья да то есть как удобно все-таки с облаками работы да то есть прошло каких-то там 5-10 минут мы вот так вот установили сервер буквально за 30 секунд мы его обновили мгновенно фактически да и уже готовы дальше поэтому регистрируйтесь digital ocean и на два месяца получите сколько 100 долларов на 60 дней 100 долларов и это все можно разворачивать это все можно тренироваться и как бы в принципе ничего не надо особых каких-то знаний вот быть не должно так давайте проверим обновился у нас dns или нет и в конфиг и педры заканчиваются на 219 у меня собственно давайте пропингуем убедимся в том что действительно и чпич биби точками да все уже обновилась здорово теперь я могу уже подключаться по dns у по имени поехали дальше следующий этап так я собственно переключаюсь на свою статью и я вам собственно ссылочку скину в в чат в нашу в youtube пожалуйста откройте все это дело значит так скинул так все теперь у вас это дело тоже должно быть так чуть не скинулась вставить вот вставил да значит пожалуйста открывайте вот и собственно дальше по статей очки мы это дело все сейчас проверим кстати кто-то из вас кто поставит себе например клиента вы сможете подключиться к моему серверу и мы с вами сможем собственно по переписываться вот прям сейчас а то сейчас создадим сервер и прям с вами будем переписываться в нем как бы в этом мессенджер так есть вопросик да конечно задавайте почему просто не руб а ребут это и есть шуда он минус аэр мау дело в том что работ в чем недостаток ребута ребут он прям щас перегружает до а бывает такое что вам нужно перегрузить через определенное время потому что он минус air плюс 5 это перегрузить через 5 минут шуда он минус air можно указать время детально там 2307 и перед будет перегрузка то есть шутдаун она как бы более как бы команда такая гибкая да то есть можно указать дополнительные опции так ну что мы делаем дальше друзья значит следующий этап нам нужно собственно скачать и установить пакет который называется open fire значит я вот перехожу на эту ссылку значит последняя версия 451 это собственно сам сервер кстати сервер есть и под windows и под mac то есть даже если вы в windows и если вас сервера на windows и разворачивать это на windows и вот вот то есть можно это сделать даже на windows и если вас сервера под mac os вы разворачиваете под маком значит я буду это все делать под линуксом ну вот который мы уже собственно все это дело установили значит меня интересует конкретно open fire 4 5 1 all . деп значит и я соответственно все это дело поставлю кстати он идет без джерги без джавы поэтому джаву мы поставим отдельно но давайте потихоньку все это будем делать так значит что мне нужно мне нужно скачать собственно open fire я для этого воспользуюсь в этом это специальная утилита которая позволяет вот скачивать именно файлы так давайте мы это дело сейчас сюда так вот вставим значит в гет дальше идет ссылка непосредственно на сам файл нажимаем enter ну и собственно дальше начинается скачивание вот одна минута качается 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 так если есть вопросы друзья задавайте может у кого-то что-то не получается вот то есть вот как бы тема такая интересная вот поэтому давайте все это делать давайте учиться потому что важно учиться и собственно развиваться так можно и так тоже как вам удобно так поехали дальше значит open fire скачал следующая команда я которой я воспользуюсь это собственно в команда дпкг минус ай минус ай опция говорит о том чтобы все это дело инсталлировать давайте тоже этим воспользуемся значит я нажал и что я вижу друзья я вижу что что regarding значит есть зависимости вот соответственно open fire не поставится пока мы не установим джаву я собственно буду использовать дефол джерри хенд лес и давайте это все поставлю то есть это будет обычно open java джаву вот нажимаем yes и тут дальше идет уже установка так установка джавы джерри open gtk будет установлены да то есть восьмая последняя джава так все ставится 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 здорово значит ну и следующий этап это мы уже непосредственно дпкг минус ай open fire деп запускаем и собственно он пакин собственно все должно взять и поставится вот такая вот идея значит следующий этап это я хочу собственно включить firewall you f double значит лов лов 22 тс пи я хочу разрешить доступу собственно по ссы сетчо и собственно you f double и разрешить доступ с моего конкретного айпи адреса поэтому я вот это дело сейчас сюда вот так вот вставлю и напишу enable на блэ и enable дуб дабы и нэйбл так есть собственно я Я активировал, собственно, фаервол. Зачем мне нужен фаервол? Дело в том, что сейчас уже доступна страница для администрирования. Чтобы никакие хакеры доморощенные сейчас не зашли, ничего там не взломали, то я ограничил доступ. Значит, давайте зайдем в hbb.me, двоеточие, значит, 9090. Переходим по такому адресу и, собственно, здесь уже запускается инсталлятор моего OpenFire. Значит, английский язык я выберу по умолчанию, хотя, кстати, доступен и русский, и польский, и французский, и испанский. То есть вы можете переключить на тот язык, который удобен. Я буду пользоваться английским. Почему именно английским? Потому что английский, вот если система будет ругаться, какие-то ошибки будут, то я эти ошибочки смогу вставить в Google и найти, собственно, где проблема. Но если я выберу русский язык, то комьюнити на русском еще меньше. Если я выберу какой-то славянский язык или какой-то нидерландский, то есть если мало людей говорить на этом языке, то айтишников, понятное дело, что там еще меньше, и я не найду, как решить эту проблему. Поэтому я выбираю English. Поехали дальше. Собственно, дальше здесь задается доменное имя, вот сервер name, и, собственно, дальше encryption. По умолчанию стоит Blowfish, меня это вполне устраивает. Поэтому я нажимаю здесь. То есть, вот, собственно, вот эти вот параметры, домен, он у вас должен быть задан при инсталляции сервера правильно. То есть, если вы правильно это дело все задали, то, собственно, оно должно все правильно подставиться. Так, поехали дальше. Значит, собственно, дальше мы должны указать базу данных. То есть, собственно, есть внешняя база данных, можно указать embedded базу данных, соответственно, встроенную базу данных. Опять-таки, друзья, тут зависит от того, что вы разворачиваете. Если вы разворачиваете там целый кластер, то вы можете базу данных поставить отдельно. Если вы там для 250 человек разворачиваете сервер, то, в принципе, вполне будет достаточно встроенной базы данных. Я выбираю встроенную embedded. Continue. Следующий этап, собственно, вот, profile settings. Значит, здесь можно выбрать аутентификацию в LDAP. Вот кто-то там из ребят спрашивал про аутентификацию в LDAP. Да, то есть, можно там прямо пользователей хранить, оттуда брать. У меня LDAP нету. Вот мне задача просто организовать обмен данными. Поэтому я выбираю default. Собственно, пользователи будут, и все эти группы будут храниться в локальной базе данных. Поехали дальше. Собственно, дальше нужно задать имя пользователя. Администратор аккаунт. Давайте мы его зададим. Значит, у меня админ email будет, собственно, админ собака. HHBB.me. Ну и я здесь, собственно, задам пароль для того, чтобы я мог входить в систему. Значит, нажимаем continue. Так. И, собственно, по сути, wizard настройки у меня должен заработать. Установить все. Так, здорово. Setup complete. Вот login to admin console. Давайте мы залогнимся. Так, поехали дальше. Так, здесь мы пишем админ и, собственно, пароль, который я сделал при настройке, при установке. Друзья, значит, что дальше? Давайте дальше здесь пройдемся по меню. Значит, users group. Вот здесь видны всякие пользователи. Да, у меня пока только один пользователь. Дальше в session. Кто подключен, пока никого у меня нет. Да, вот, собственно, дальше плагин. Вот, кстати, насчет плагинов, друзья. Значит, чем хорош OpenFire в том, что к нему есть куча плагинов. И вы можете доустановить то, что вам, собственно, нужно и получить нужный функционал. То есть это, на самом деле, здорово. То, что можно вот таким образом взять и доустановить. Все это дело. Так, что у нас опять все висит. Все висит. Так, уже здесь все висит. Так, плагины. Так, дальше. Значит, что я буду делать дальше, коллеги? Значит, я дальше попробую залогиниться, установить клиент. Клиент я уже, кстати, установил. И, собственно, вот мой Spark здесь вот где-то запущенный был. Вот он. И, соответственно, давайте я залогинюсь. То есть, да, я уже залогинился. Так, еще раз выйти. Давайте выйдем полностью. Значит, выход. Значит, еще раз запускаем Spark. Так, запускаем. Значит, как войти? Значит, пишем админ. Дальше я пишу имя пользователя. Пароль, домен. Сохранить пароль. Значит, что важно, друзья? То, что у нас сейчас для аутентификации, для шифрования используется самоподписанный сертификат. Поэтому входить просто так система не будет. Она будет ругаться на то, что у вас сертификат самоподписанный. Вы можете сгенерировать вот с помощью Let's Encrypt сертификат. Я это сейчас делать не буду, потому что это достаточно муторная процедура. Но, тем не менее, Let's Encrypt бесплатно раздает сертификаты. Ну, или можно купить там за 3 доллара, там на 2 года сертификат с цифровой подписью будет работать. Так вот, для того, чтобы система входила, я нажму вот здесь кнопочку дополнительно и поставлю галочку Disable Certificate Hostname Verification. Вот почему? Потому что, еще раз, он у меня самоподписанный. Вот и принимать All Certificates, в том числе и самоподписанные. Поэтому здесь нажимаем ОК и, собственно, дальше войти. И я должен войти в систему. Так, войти в систему. Вот, пожалуйста, я вошел. И я вижу, что админ сети. Вот, собственно, у меня все готово. Значит, что дальше? Дальше, давайте следующий этап. Я попробую подключиться с другого компьютера. У меня есть другой компьютер. Значит, я сейчас попробую с него подключиться. Вот, чтобы все это дело можно было воспользоваться. Значит, у меня на другом компьютере, вот, собственно, в загрузках уже есть скачанный Spark клиент. Это, еще раз, Jumper клиент. Я его сейчас возьму и здесь разверну. И, собственно, все настрою. Нажимаю запустить. Вот, дальше идет инсталляция. 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 Да, друзья, может, у кого есть какие вопросы, то, пожалуйста, тоже задавайте. Веб клиент в комплекте идет? Значит, клиент еще раз идет в комплекте. Его можно скачать, собственно, вот здесь вот на сайте Spark клиент. Он есть для Windows, он есть для Linux и он есть для Mac. Но на самом деле это XMPP клиент. Поэтому, по сути, это Jabber клиент. Поэтому в Google Play, в Apple Store куча есть XMPP клиентов. Поэтому вы можете любое из них установить на свое мобильное устройство. Я буду пользоваться Spark. Почему здесь есть, например, регистрация? Вот я сейчас хочу вам показать, как самому зарегистрироваться. Ну и, собственно, вас тоже призываю установить, собственно, Spark клиента и зарегистрироваться на нашем сервере, который мы вот прямо сейчас развернули. Поэтому, да, если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Нужно ли порты открыть для OpenFire? Нужно ли открыть порты для OpenFire? Да, нужно открыть. Какие порты, собственно, где мой здесь клиент делся? Вот он. Здесь вот все порты сервер-портс, вот они описаны. То есть это вот 5222. Это, собственно, XMPP. Ну и тут куча всяких других портов нужно тоже пооткрывать. Вот они у меня здесь, собственно, все открыты. То есть система пишет, какие порты у вас должны быть. Вот так. Еще вопросики. А почему клиент очень давно не обновляется? В 2017 году. Почему клиент не обновляется? Потому что XMPP это протокол достаточно стандартный. И в нем мало чего меняется вообще в принципе. То есть Jabber клиенты еще были во времена 2000-х, по-моему. То есть там вообще как бы медленно все меняется. Из-за того, что нечему по большому счету развиваться. То есть это как протокол TCP IP. Там был UDP придуман в 79-м году. Вот с тех времен ничего не поменялось в UDP. Понимаете? Вот здесь точно так же. Так. Еще есть вопросики? Задавайте, пожалуйста. Какая версия Java использует? Значит, здесь используется JRE. Обычная OpenJava. Собственно, обычная OpenJava. OpenJDK. 1, 8, 0. Ну, восьмая Java. 252-я. Вот. Вы можете развернуть. В принципе, можете поставить Oracle'овскую Java. Не Open, Oracle'овскую. В принципе, я этот момент при инсталляции тоже показывал. Протокол XMPP или Jabber? Значит, протокол XMPP или Jabber. По-моему, здесь используется XMPP. Больше, мне так кажется. Ну, надо посмотреть. Но мне кажется, что он хавает и то, и то. Надо детально смотреть. Какой-то там детальный протокол. Так, ну что, друзья, я развернул на сервере уже это все дело. Значит, вот здесь есть такая кнопочка «Учетные записи». И здесь можно зарегистрировать нового пользователя. Пожалуйста, регистрируйте нового пользователя. Дальше добавляйте в друзья админа, и мы с вами попереписываемся. Значит, я создам пользователя блог, пароль, пароль ему вот создам вот такой вот какой-то. Значит, а домен напишу, напишу в сайде и комы, напишу hbb.me. Значит, пользователь у меня будет блог. Так, нажать «Создать учетную запись». Подождите. Учетная запись создана. Таким образом, значит, еще раз нужно тут, где сервер, прописать домен hbb.me, учетные записи и создать пользователя. Соответственно, теперь, если я зайду в пользователи, то видите, вот здесь вот куча пользователей уже появилась. Вот кто-то бакур, бакурка, скарм, вот ребята уже зарегистрировались, поэтому логиньтесь. Ну и мой блог тоже есть. Соответственно, я так залогинюсь, нажимаю на кнопку. Опять-таки, коллеги, дополнительно. И в дополнительно нужно установить две галочки. Accept all certificates и Disabled Certificate Verification. С чем это связано? С тем, что сертификат у нас самоподписанный. Но это не означает, что нет шифрования данных. Шифрование данных есть. И оно как бы, оно не зависит от сертификата. Оно в любом случае есть. Значит, дальше. Контакты. Добавить в контакты. Давайте я добавлю имя пользователя. Admin. Admin. Собственно, ник у него тоже Admin. И нажму добавить пользователя. Собственно, что дальше? Дальше мне система будет ругаться, что, значит, вот, собственно, запрос на добавление. Видите, блог. Добавить. Я нажимаю принять. Соответственно, вот сейчас, вот ребята тоже мне ломятся в чат. Я принимаю, принимаю. И, собственно, все теперь у меня в друзьях. Ну и я могу переписываться с вами. Вот мне ребята уже что-то пишут. Вот, соответственно, давайте напишем, значит, hello или привет. 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 Собственно, вы тоже это должны вот увидеть, да. Значит, кто тут еще у меня есть в сети. Так, вот, вот тоже есть. Значит, блог, блог, блог. Сам сетап. Вот тут тоже кто-то ломится. Так, добрый день. Да, мы, мы с вами на связи. Тест месседж. Так, тест, 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 тест пройден. Пройден. Кто-то пишет, пустите на себя для регистрации. Так, пустите. А там регистрация открыта. Все, ну, по умолчанию могут регистрироваться все, кто хочешь. Поэтому еще раз нужно нажать на кнопку. Значит, да, вот тут принять, вот, принять. Вот теперь я могу со всеми переписываться. Так, 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 так. Вот все здорово. Так, глюки ютуба. Тест пройден. Глюки ютуба. Ютуб, что там с ютубом? Опять все повисло? Вроде говорит, что идет глюки ютуба. Так, обновите ютуб. Ютуб. Так, на сервере работает. Да, все работает у нас. Здорово, здорово, здорово. Так, так, так. А, я хотел еще блогу что-нибудь написать вот сюда. Сам себе написать привет. Привет. И вот оно должно все написаться. Так, здорово. Вот все, видите, появилось. Появилось. То есть мы переписываемся с ребятами, которые прямо сейчас присоединились в конференцию. Здорово, 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 здорово. Что еще важно, друзья? Значит, для... То есть вот важный момент. То, что вы можете включить шифрование. По умолчанию оно опять-таки выключено. Вот здесь вот включается. Вот видите, will be encrypted. И, собственно, здесь тоже система, видите, вот messages will be encrypted. То есть можно это дело все шифровать. Можно включить шифрование по умолчанию прямо на сервере. Вот видите, система говорит принять ключ шифрования. Да, принять. И тогда будет все шифроваться. Можно, кстати, отправлять файлы. То есть это на самом деле полноценный месседжер, который позволяет отправлять файлы. Соответственно, давайте мы что-нибудь отправим. Вот здесь такая кнопочка. Послать этому пользователю файл. Так, пошло шифрование. Да, шифрование пошло. Значит, давайте отправим какой-нибудь файл. Так, только какой файл послать, чтобы он был приличный. Так, что тут послать. У меня все неприлично. А, вот есть какая-то картинка. Есть вот схема. Схема для Ether Channel. Это изучается в курсе CCNA. Значит, я нажимаю отправить. И, собственно, картинка дальше должна передаться. То же самое и вам. Давайте отправим картинку. И вы ее, по сути, тоже должны увидеть. Вот эту вот картинку. Она должна тоже взять и отправиться. Так, так, так. When the user comes back online. Так, пользователь что-то не онлайн. Два раза он. Он что-то два раза. Так, вот так как-то. Так, смотрим, что тут у меня. Вот здесь, смотрите, появилась картинка. Я нажимаю принять. Вот, и, собственно, дальше идет загрузка. Да, то есть, вот таким образом это дело все происходит. Так, принять. Вот. Вот, hello. Так, все это дело вот можно переписываться. Да, вот таким вот образом. Ну, все. Теперь вы знаете, как сделать самому WhatsApp. Как самому сделать Viber. Как самому сделать ICQ. Вот, по умолчанию есть открыта регистрация. Да, то есть, это все как бы открыто. Так, если есть вопросы, пожалуйста, задавайте, коллеги. А что может ПАК, кроме обмена сообщений? Звук, видео, передача. Значит, если здесь аудио и видеозвонки. Здесь аудио и видеозвонков нету. Только месседжер. Только месседжер. Соответственно, вот так, картинка не пришла. А вы были оффлайн. Так, сейчас мы отправим картинку. Так, так, картинка. No longer. Так, так. Он что-то в оффлайне. Все зелененькие, а он не шеленький. Так, а значит, вы в оффлайн, потому что вы, наверное, не приняли от нас, что-то от нас не приняли. Вот в друзья. Так, примите в друзья. И тогда будет все классно. Меня. Так. Или я не принял в друзья. Может, я не принял в друзья. Такое тоже может быть. Так, показать информацию пользователя. Так, показать полную информацию. Показать полную информацию. Так, да. Ну, вот на самом деле, так, закрыть. Вроде же принял в друзья. А, вот здесь вот. Так, вот. Вот тут может картинка. Так, открыть. так 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 что-то оффлайн наверно вы меня в друзья не приняли поэтому собственно поэтому не пущает как говорится вот но остальных ребят пускает вот и собственно вот не проходит картинка так очень проходит картинка так еще раз попробуем отправить значит нужно нажать принять и тогда будет все работать принять и картинка пройдет пройдет вот но я сам себе отправлял да то есть вот на пользователям и собственно все работает так вот здесь с ребятами тоже переписываемся так мы рады мы рады мы рады так как тут русский язык у меня есть на компьютере да есть русский язык мы рады вас видеть и и чё там что-то печатается вообще ничего не печатать значит все не печатается а сейчас должно печататься мы рады вас видеть так ну что прекрасно давайте отправим какую-то тоже картинку так и видео так видео у нас никаких нету изображения панели избранного так нету никаких картинок вообще ничего нету контакты контактов нету но здесь рабочий стол ссылки сохраненные игры так загрузки загрузки значит давайте отправим клиент овпн файл так открытчик так ну вот вот такая вот картина надо все это дело можно вот таким образом отправлять отправлять так есть вопросы да друзья задавайте когда будет пасты риску так мы уже делали пасты риску мы пасты риску делали сколько уже два или три мастер-класса по ip-телефонии кстати в астериске есть классная функция это видео звонки то есть вот видео звонки они как бы уже встроены да вот кстати смотрите просит разрешить fire воли да поэтому здесь нужно разрешить доступ и тогда будет обмен файлами то есть fire воли нужно разрешать доступ вот и тогда будет все работать так вот кто-то еще просится в друзья так принять так 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 тут мы картинку а вот открыть картинку вот она у меня скачалась так только куда она скачалась ну вот такой вот месседжер интересный так картинки загрузках ее нету даже она скачалась загрузки загрузках нету в документы наверное так документы документы downloads а вот картинка да кстати вот картинка есть но счастья вам ее тоже перешлю чтобы вы могли тоже этим всем воспользоваться так до файлы отправляется то есть на самом деле здорово прикольно вот так 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 да так принять так принимаем файл так ждите rgp грузится rgp грузится здорово так 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 легче ли парень говорит может ли самому создать пользователей да вы можете самому всех создать где вот здесь сюда то есть вот собственно все наши пользователи если вы посмотрите то вот собственно сколько пользователей причем вот да вы можете создавать их руками можно создавать ну как бы включить регистрацию вот автоматическую вот автоматическая регистрация тоже кстати работает и это здорово значит не идет загрузка в чем может быть проблема проблема скорее всего firewall и то есть по умолчанию вот windows firewall включенный у меня вот на виртуальной машине вот вы не можете послать файл так хочу мы не можем послать файл значит лолочка лолочка ловите файл так 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 не принимает ваш файл пишет ошибка соединения но скорее всего может где-то firewall и доступ закрыт надо смотреть и мне кажется что-то в виндовсе больше закрыта потому что как бы в линуксе здесь все на самом деле работает и как бы никаких особенных проблем нету так смотрим что тут потребление памяти ресурсов вот ну вот open fire хавает 0 3 процента загрузки процессора вот по большому счету и 7 процентов оперативной памяти это где-то из 3 гигабайт 7 процентов это чуть меньше чем 300 мегабайт и да то есть чуть меньше чем 300 мегабайт вот собственно да еще же так 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 вот 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 такая картина поэтому на самом деле все вполне цивильно и как бы каких-то ресурсов много на самом деле не используется так принять файл так принять файл принять файл так принять файл так принимаем файлы так бабурка уже у меня стал зеленым так что пишет в логах в логах так в логах вот все эти первые зеленый стали так а что вы сделали чтобы стать зеленым самым главный вопрос значит все работает осталось только разобраться так что пишет в логах значит теперь следующий вопрос где эти логи находятся значит так 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 session session так онлайн приоритете порты не открыты но значит проблемы с портами вот ребята подсказывают что проблемы с портами но у меня windows и дать может мы выключим я выключу windows и firewall вот firewall мне кажется что если выключить firewall windows и то тогда будет все работать наверно да значит так защиты в реальном времени так но я бы с другой стороны firewall выключать не нужно потому что может плохо все закончится но одним словом коллеги надо это поковырять в чем проблема пока не ясно вот но вот такая вот картина так так ну что друзья вот собственно такая технология open fire в принципе ничего сложного нету но это интересно вот можно все это дело развернуть и в принципе даже будет все работать можно даже переписываться друг с другом добавлять друзья включать шифрование значит сервер по умолчанию значит разрешает работать без шифрования значит так логи вот у нас здесь значит что-то с логами слогами так да здесь все на джами поэтому придется еще выучить для того чтобы работать с этим всем нужно будет все выучить жал так так давайте посмотрим и ровни ту варнинге так чё-то тут тему не очень там нравится так 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 бах так ну вот надо это все дальше брать и ковырять и можно в принципе все выяснить значит смысл что 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 я хотел бы еще добавить вот то что здесь важно то что здесь есть плагины вот уже заработали по плагин и у нас значит а в рейбл плагин значит доступные плагины есть плагин который называется 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 как же он сертификатный менеджер то вот кстати cert 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 manager или как-то так вот он он позволяет управлять сертификатами сертификат менеджер вот такой вот плагин интересный собственно я вам рекомендую его взять и установить собственно установить так 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 сертификат менеджер вот сюда плюсик он сейчас у нас установится здорово работает так клиент control контент фильтр даби access дро и о и mail он и вей много тут плагинов кстати на самом деле да то есть вы можете это дело все брать и достроить то что вам нужно мониторинг сервис можно смотреть прям всю на загрузку вот то есть на самом деле плагинов push notification прям в браузер сифоны плагин то есть можно интегрировать цепи телефоней на самом деле тут много чего интересного есть поэтому берите это дело все ковыряйте вот и в принципе даже мне кажется что это будет весьма прикольная штука так значит сертификат из и вот собственно здесь так а где же наш плагин где-то здесь я клацал было было работало это фича значит плагин 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 где-то а вот менеджер контент да вот 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 собственно плагин работает и мы видим что здесь сертификат сама подписаны и вы можете захочать свой сертификат который можно купить или сгенерировать с помощью let's encrypt так ребята что-то пишут в чат о принимаю друзья значит значит принимаю принимаю всех принимаю в друзья литом тоже принимаю в друзья так кто тут еще знак нам заломился значит вита написал тест форм android тест успешный успешный так осталось только выяснить это xmpp или jobber у вас xx м как этот xmpp так где x xmpp или jobber джа как этот jobber пишется jobber так сейчас мы выясним нам парень ответит который подключился непосредственно с андроида так 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 парень вита под сейчас так 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 давайте видеоконференцию сейчас актуально как никогда хорошо сделал наверно на следующей неделе видеоконференции установим библию батон посмотрим как как эта система работает кстати очень удобно так так xmpp клиент вот все пожалуйста прекрасно так 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 приветствую таким нас приветствует мы вас тоже мы вас мы вас так как тут русский язык включить мы вас тоже приветствуем так то что здорово на самом деле все работает все открывается так да есть еще вопросики порты на сервере закрыты но я выключил firewall на самом деле у меня здесь все открыто вот если вы посмотрите и в дабл статус у меня он in active выключены то есть по умолчанию все открыто открыто то есть где-то но на самом деле смотрите у меня ведь с одного компьютера на другой передалась вот но у меня тот компьютер где передалась это вот эта виртуальная машина она у меня спросила разрешить доступ фарболе я нажал low вот и соответственно у меня после этого все заработало на то есть вот вот такая картина да то есть вот смотрите здесь успешно success передавалась а здесь чего-то не передается здесь не передается но может быть какие-то нюансы надо просто сесть в этом разобраться чем что не заработал так 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 ну вот удобная на самом деле штука мне по крайней мере нравится и можно еще с android работать до xmpp клиента поставить и будет тоже счастье так вопросы друзья если есть вопросы пожалуйста задавайте так прикольно дякую за руку на здоровье приходите еще тоже сделаем видеоконференцию следующий раз свой стриминг какой-то если веб клиент значит есть веб клиент есть под вот вот здесь вот смотрите в плагинах значит в плагинах в рейбл плагинах где-то есть веб клиент веб-веб клиент клиента веб значит кэдди а дадо за счет party candy клиенту open fire вот собственно ставите вот этот candy и будет у вас веб клиент значит должен кстати работать вот я не пробовал но можно кстати попробовать давайте установим и посмотрим будет работать или нет так установка так candy установился так прекрасно посмотрим что тут у нас candy так как его запустить что-то такое значит это та-да-да-да-да это информация про все это дело значит давайте посмотрим где он только должен у нас появиться непонятно этот candy так 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 кластеринг сервер так это все не то так дтс так 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 где то а вот веб клиент все нашел смотрите вот веб клиент давайте мы его сейчас про инсталли значит english веб клиент дебаг сеттинг став не нужно так есть в веб клиент а есть в виде плагина то есть вы можете поставить его в виде плагина так за листов auto joint rooms is empty так хочу тут еще но тут вроде все сейв так 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 users так теперь осталось в ага вот все смотрите как попасть сюда значит веб клиент доступен у нас вот по такому адресу сейчас мы попробуем по нему перейти так юзернейм у меня блог был да и пароль был у меня вот такой вот так логин так инвалид айди так еще раз блога и пароль так логин так ч инвалид так еще раз бог может быть вот так hbb точками может полностью надо писать да коллеги нужно через собаку писать полностью значит скидываю вам в чат ссылку на кедди так скидываю ссылку должно открываться так так а чем я ничего дальше не открылась так 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 а дальше а дальше что не открывается я же ведь написал так блок собака hbb точками ввожу пароль но одним словом надо поковыряться с этим дальше должно что-то что-то давайте наверно а если под администратором зайти так так я не пущает надо писать домен полностью чечки точками одним словом надо поковыряться и есть и кстати вот ребята подсказывают что есть на сайте так хочу не грузится может кстати это проблема в самом этом значит в в хроме такое тоже может быть так она давайте вот так значит админ собака hbb точками и здесь зафигачим так так нажмем логин так и чё и чё и чё и ничего так чуть ничего так ничего давать еще раз так ну вот как то так значит хбб точками надо все это так еще хбб точками но здесь вводим собственно пароль так логин логин и тишина но это все надо ковырять значит собственно вот такая вот штука друзья значит если еще есть вопросы пожалуйста задавайте так принимаем точно не откроется в хроме не откроется из-за отсутствия сертификата вот и все значит этот вот ребята подсказали в чем проблема значит тогда нужно устанавливать сертификат и через плагин коллеги там есть плагин я вам показал плагин называется сертификат менеджер вот и можно в нем кстати будет управлять всеми вашими сертификатами так ну что здорово в так ким в ожидании блог отошел вот пожалуйста все у нас с вами есть свой личный мессенджер и мы можем друг с дружкой и не идет передача передать чуть не идет вот переписываться значит как подключаться еще раз ребята хотят подключиться как подключиться значит показываю значит я выхожу полностью значит выйти выйти значит как подключиться как самому зарегистрироваться значит вы запускаете spark клиент после этого так дима спорт клиент делся вот он значит парк лент дальше вот здесь нужно написать домен hbb.me дальше вот здесь есть слева кнопочка учетные записи вы нажимаете учетные записи и собственно создаете вот имя пользователя какого вы хотите там ну давайте мы сделаем пользователя садиком садиком дальше пароль я придумаю какой-то пароль значит подтверждаю пароль вот домен hbb.me и собственно нажимаю создать пользователя и пользователь после этого создается ну и потом я нажимаю да кстати вот здесь дополнительно нужно поставить галочку i accept accept all сертификаты с дизайбл сертификат верификает зачем потому что сертификаты у нас самоподписанные ну и потом нажимаете на кнопку войти после этого собственно видите я онлайн следующий этап это добавить меня в контакты значит здесь нажимаем контакты добавить в контакты имя пользователя админ и собственно нажимаю на кнопку добавить соответственно у меня вот здесь вот крякнет что я хочу что ко мне кто-то ломится в друзья а вот и я нажимаю принять ну и после этого мы можем с вами уже как говорится переписываться то есть когда мы приняли друг друга в друзья то по большому счету вот принять и вот после этого я могу выделить вот здесь админа и могу ему написать месседж hello hello и вот вот такая вот идея значит ну и здесь на другом компьютере я вижу новый месседж так где этот месседж делся так 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 сейчас мы позакрываем немного этих вкладок так 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 вот hello вот вот да вот я сам себе написал hello вот все ну что работает здорово на самом деле здесь написал здесь появилась hello вот таким образом это работает так ну что последние желающие заломиться заломиться в друзья если есть пожалуйста ломитесь собственно это все работает давайте посмотрим еще раз сколько хавается памяти значит процессора 2 процента памяти 8 процентов 22 процесс так еще раз топ запускаем значит памяти java хавает 8 процентов процессора 1 и 7 вот собственно такие ресурсы потребляются на сервер это можете в принципе но сейчас пользователей то немного можно в принципе сервера брать поменьше вот чтобы это дело все запустить так еще есть вопросик если большая организация несколько площадок то логично на каждой площадке можно ли так samsung ко мне подключается так принять ну и вы теперь меня примите чтобы я мог самсунгом тоже переписываться так давайте пишем hello значит если вас много площадок как лучше сделать лучше наверное наверное я бы сделал наверное вообще большой централизированный сервер чтобы все туда сходилось потому что потом вы просто зашибетесь все это дело администрировать лучше один большой как по мне а еще лучше это все завести в лдап то есть если вы заведете все в лдап то будет работать так кто-то из ребят мне пишет привет ну что здорово коллеги вот такой вот месседжер интересные все это дело работает в принципе никаких особых сложностей здесь здесь нету то есть вот вот таким образом можно создать свой сервер и работать от rv2 значит это аутентификация да вот вот здесь есть и будет от rv2 значит с аксессуле и ставишет да можно кстати шифровать все сообщения шифрование тоже работает по умолчанию она выключена но вы можете в настройках сервера это дело все включить так то что здорово получилось получилось даже даже друг с дружкой по переписывались вот и друг другу даже что-нибудь хорошее написали вот вот такая картина значит что мы имеем на сейчас так на сейчас open fire юзер нэмс значит вот у нас сейчас зарегистрировано уже 13 человек вот и собственно мы даже по переписывались друг с дружкой друзья если есть вопросы пожалуйста задавайте что дальше дальше я вас приглашаю дальше к нам на обучение на курс по линуксу на курсы по сетям по кибербезопасности по программированию по python в этом приходите мы это все дело изучаем то есть мы это все делаем на практике вот вот важно чтобы все эти занятия не имели какой-то связь с практикой потому что иначе это все вот получается в пустоту поэтому надо тренироваться и сразу продавать свои знания свою экспертность и как результат вот будет заработная плата и все будет двигаться вперед так есть вопросик пожалуйста задавайте как происходит обновление честно я не знаю мне кажется что надо просто посмотреть прописывается ли репозиторий или нужно просто установить новый пакет надо это просто взять и почитать на сайте open fire а как происходит обновление вот но мне кажется что там ничего в принципе сложного не должно быть все это дело нужно тоже обновлять единственно что нужно еще раз установить вот чтобы я сюда установил точно это собственно сертификаты на то есть сертификаты нужно сделать не самоподписываемые а поставить нормальные которые собственно от let's encrypt а ну или купить там за 5 долларов или за 3 доллара сертификат на год и тогда вас будет вообще все круто шифрование и проблем вообще не будет когда следующий урок ну что наверно на следующей неделе сделаем по видеоконференции да ребята просят сделать и видеоконференц-связь поэтому забабахаем о видеоконференц-связи чтобы вы могли тоже этим всем делом воспользоваться и было все классно работал в этом друзья ставьте лайки подписывайтесь на канал ставьте на колокольчик нажимайте чтобы вам приходили обновления как только начинается новая трансляция потому что youtube видите система достаточно таких глючная а так если что оборвалась вы нажали и собственно дальше трансляцию посмотрели вот такой принцип всего этого дела значит всем спасибо за внимание всем хорошего вечера вот мир дому вашему до свидания спасибо за внимание и и и и и и и